Здравствуйте, глубоко уважаемые члены Президиума и гости конференции. Я бы хотела представить вашему вниманию свой доклад на тему «Удовлетворенность пациентов в качестве медицинских услуг в Саратовской области». Основными критериями, определяющими качество медицинских услуг, по мнению эксперта ПОС, являются доступность, оптимальность, безопасность, а также удовлетворенность пациентами результатами лечения. Степень удовлетворенности пациентов в показатель сугубо субъективный и зависит от многих факторов. Уровня профессионализма медицинского персонала, технического оснащения лечебного учреждения, развития медицинской науки, эффективности организационных решений, а также общественного настроения относительно деятельности медицинских работников. За последние несколько лет практически еженедельно средства массовой информации оповещают население о врачебных ошибках, вследствие чего формируется негативное, а также агрессивное отношение к медицинским работникам. В 2018 году в Следственный комитет обратились с жалобами на некачественное наказание медицинской помощи или на врачебные ошибки свыше 6 тысяч человек, что на 9,5% больше, чем в 2017 году. Изучение факторов, влияющих на степень удовлетворенности пациентов к качеству медицинской помощи, позволяет выявить как поведительные, так и негативные тенденции в современном здравоохранении и своевременно принимать меры по усовершенствованию медицинского обслуживания населения. В связи с этим нами была проведена исследовательская работа, целью которой стала изучить удовлетворенность качества медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах на примере сельского населения Саратовской области. Исследование проводилось в 2019 году на территории Александрово-Гайского, Деркачевского и Федоровского муниципальных районов. Для изучения удовлетворенности населением качественной медицинской помощи была составлена анкета. Участниками исследования стали 102 респондента по 34 человека из каждого муниципального района, обоего пола в возрасте от 20 до 70 лет, средний возраст составил 46,3. Как я сказала, исследование проводилось на базе Александрово-Гайской районной больницы имени Дурнова. На данном слайде представленная у комплекта структуры учреждения Дергачевской районной больницы, Федоровской районной больницы. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи была самой низкой в поликлинике по сравнению с круглосуточным стационаром и бригадой скорой медицинской помощи. При этом больше всего население не удовлетворено качеством медицинских услуг, предоставляемой регистратурой. Гораздо выше показатель в лечебно-вспомогательном и диагностическом отделении поликлиники, в дневном стационаре, круглосуточном, а также в работе бригад скорой медицинской помощи. При этом в ходе опроса выяснилось, что возникаемые проблемы пациенты предпочитают решать на начальных этапах их появления. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. В целом уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи сельского населения на территории Саратовской области невысокий. В большей степени респонденты довольны медицинской помощью, оказываемой круглосуточными стационарами, и бригадой скорой медицинской помощи, а в меньшей степени поликлиниками. Половина опрошенных связывает снижение качества медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах одновременно с несколькими факторами, такими как долгое ожидание консультации специалиста, отсутствие необходимого медицинского оборудования и невнимательное отношение медицинского персонала к пациентам. Разберемся, есть ли в этом вина непосредственно медицинского персонала, которому в первую очередь предъявляют претензии как пациенты, так и их родственники. Долгое ожидание консультации специалиста связано отчасти с неукомплектовностью учреждения здравоохранения медицинскими кадрами, которые в различных областях нашей страны составляют от 2 до 20%, а в Саратской области данный показатель равен от 5 до 10%. Одним из способов решения данной проблемы стал приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 года номер 212Н об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам, высшего образования программам ординатуры. На основании данного приказа студенты, окончившие медицинский вуз, могут пойти работать врачом общей практики в поликлинику, который, как правило, не имеет достаточно высокий уровень профессионального и практического опыта в медицине. Следующий момент. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 2 июня 2015 года номер 290Н нормы времени на одно посещение пациента врача-специалиста, необходимые для выполнения трудовых действий по оказанию медицинской помощи, было регламентировано. К примеру, для участкового педиатра и терапевта 15 минут, для врача-акушера-гинеколога 22 минуты. За такой короткий период времени крайне сложно провести подробный физикальный осмотр, назначить обследование и лечение, а также оформить медицинскую документацию. Такое недостаточно фиксированное количество времени, отведенное на осмотр для многих пациентов, является равномерным, равноценным, невнимательным отношением. Также не стоит забывать, что медицинские работники занимают лидирующую позицию по частоте развития синдрома профессионального выгорания, что связано с повышенными нагрузками, при которых развитие синдрома происходит гораздо быстрее, что влечет за собой снижение качества оказанной медицинской помощи населению. Безусловно, некоторые претензии, предъявляемые медицинскому сообществу, вполне обоснованы, так как в практической медицине, как и в любой другой сфере деятельности, могут встречаться бестактные, грубые, безответственные и бесчувственные специалисты, пренебрегающими своими должностными обязанностями. Но при этом остаются актуальными проблемы, связанные с недостатком или неудовлетворительным состоянием медицинского учреждения. Учитывая недостаточное финансирование в учреждениях здравоохранения, находится в эксплуатации большое количество нерабочего или устаревшего оборудования, что также приводит к несвоевременной диагностике ряда заболеваний и увеличению количества врачебных ошибок. Для предотвращения дальнейшего снижения качества медицинской помощи в Саратовской области мы предлагаем ряд мер. Спасибо за внимание.